Книга «Открытым оком», том 7, тема крещения, вопрос 1813. «Сколько дней после крещения крещеная жена не должна быть в сожительстве с мужем?» Отвечает Игнатий Тихмич Лапкин. «Нигде в Библии нет об этом ни слова. Если муж не верующий, то дело сложнее. Попытайся уговорить его хотя бы на неделю попыть в Русь. Но если он настаивает покорись ему, в этом не согрешишь. То, что монахи разводили людей по разным углам на ночь, то это их монашеский пещерный неутолимый грех. Сами, лишившись радости семейной жизни, они лютовали против соития жены с мужем и шли на ложь, на развращение и разрушение семей». 1 Коринфянам 7.5. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Мария Галиндуха. День памяти 12 июля. Галиндуха была приведена бесплотным ангелом к ангелу во плоти, которым она была наставлена в вере и крещена, и при крещении дано было ей имя Марии. По принятии крещения она снова возвратилась в дом, но уже не повиновалась естественному супружескому закону. Не желая быть искверненной нечестивым мужем, так как она, так как была обручена невестой Христу, по наставлению духовного отца, крестившего ее Галиндухина, Галиндухов пребывала в посте и молитве, посвящая ей целые ночи. Она день проводила молчание, не желая беседовать с неверными, а мужу своему не позволяла и прикоснулся к себе. Удивлялся муж, происшедший с ней неожиданной перемене ее необычному поведению, недоумевал, что же с ней случилось, и беспокоился о ней, но особенно жалел он о решении плотского соединения с ней, ибо она совсем не желала общения с ним, и долго он старался сломить ее упорство то лаской, то просьбой, то насилием и побоями, но не мог достигнуть цели, так как невеста Христова была укрепляема видимой силой Божией, и муж был не в состоянии одолеть ее. Молодые люди, это вам, все, что накопили наши предки, гордым, непокорным головам ставятся эпохою отметки, постараться разом растранжирить или приумножить во сто крат, проповедовать о мире во всем мире, разукрасить Соломонов в третий храм. Судя по всему, вам все равно, ничего похожего вам не нужно, выпивка, наркотики, порно, бесконечный и последний ужин. Молодые люди, вы не жили, изблудились лет до тридцати, жеребцы и жадные кобылы могут только мерзостью трясти. Ни стыда, ни смысла в этой жизни, наглость, беспредельное хамство, ваши торжества сплошная тризна в слове, в деле, дерзость и нахальство. Слово Божие уже провозвестило, что живущий так давно мертвец. В полдень закатилось их светило, над котлом гиенским слышен треск. Не желайте мира нечестивым, им здоровья незачем просить. Кто отверг и пренебрег мессию, обречен бояться и трястись. Только единицы молодых ценят целомутрие и трезвость. В сад, засохшие, сгнившие плоды, всюду отвратительная мерзость. Молодежь состарилась в грехах, если бы вы знали об Иисусе. Новое вино, доветие меха, чистолюбец, ты его не вкусишь. 8 марта 2003 года Игнатий Лавкин